Пасхи И все эти сюжеты сегодня для нас Основной сюжетный каркас Христианского искусства Но появились они довольно поздно Только в V веке мы находим первое изображение Распятия Этот сюжет казался ранним христианам довольно противоречивым Во-первых, потому что художники этой эпохи Были наследниками искусства античного Иллинистического Если вы представите себе изображение античных императоров Или античных богов Вы сразу поймете, что это изображение здорового, красивого тела А на распятии Следовало изобразить тело страдающее и умирающее Во-вторых, для ранних христиан События Нового Завета были еще очень актуальной историей Воспринимавшись очень эмоционально И гораздо органичнее и приятнее было Представлять своего бога как Юного мудрого пастыря Или вспоминать о тех чудесах, которые он совершил Нежели вспоминать о его крестных страданиях И, наконец, поклонение Кресту Было поклонением изображению очень постыдной казни И высмеивалось за пределами христианской общины Свидетельство этого мы находим на стенах императорского дворца На полотене в Риме Вот перед вами граффити, которая датируется рубежом 2-3 веков И на нем изображено человеческое тело со слиной головой Распятое на кресте, перед которым предстоит молящийся И написано, что это Алексаменус молится своему богу И это, конечно, насмешка над поклонением Кресту И ранние проповедники христианские сделали очень много Чтобы защитить христиан от этой насмешки И примирить их с этим Апостол Павел в первом послании к Оринфянам Писал, что следует проповедовать Христа распятого Несмотря на то, что для иудеев это будет соблазном, а эленам это будет казаться безумием Постепенно распятия появляются на личных вещах Небольших, таких как вот эта камея по сердолику Которая была вырезана на рубеже 3-4 веков в Сирии Христос изображен распятым на кресте И подписано, что это Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель А за ним изображена фаланга из 12 апостолов Такой предмет мог находиться в перстне одного из ранних христиан Он выполнял роль современных крестов, которые носят все христиане Знак спасения, символ христианской веры В 4 веке христианство становится официальной религией Появляются первые настоящие произведения искусства Трактующие сюжеты страстей Сначала довольно сдержанно Один из первых таких предметов — это саркофаг Сделанный для префекта Рима Юния Баса в 359 году Здесь по мрамору вырезаны сюжеты из Нового и Ветхого Завета Из страстных сюжетов В верхнем ряду, крайне справа, изображены пленения Христа и Суту Пилата Внизу, в центре, изображен въезд в Иерусалим Все остальное — это пленения апостолов Петра и Павла Или сюжеты из Ветхого Завета В нижнем ряду, вторым слева, изображено грехопадение Адама и Евы Которое, собственно, стало причиной для крестной жертвы Христа Во искупление именно этого греха она и была совершена А наверху слева изображено жертвоприношение Авраама Которое в этот период является самой распространенной параллелью к сюжету распятия И порой его замещает в изображениях и часто упоминается в проповеди И сейчас в службе на страстной неделе, в Великую Пятницу, тоже это событие вспоминают По Божьей воле Авраам отправляется вместе со своим сыном Исааком в гору Для того, чтобы принести Исаака там в жертву Они идут долго, гора должна напоминать нам с вами о Голгофе Исаак несет на себе вязанку хвороста, на которой он как бы должен быть принесен в жертву И это должна нам напоминать о кресте, который нес спаситель на Голгофу И в последний момент появляется ангел и останавливает занесенную над Исааком руку с ножом Авраама Соответственно, останавливая эту жертву И вот в этих элементах сюжетных, которые я перечислила И в безропотном поклонении Божьей воле, в отношении отца и сына Видели параллель между жертвоприношением Авраама и распятием Христа Еще один саркофаг, на котором мы находим страстные сюжеты Был обнаружен в катакомбах Домицилу, датироваться IV веком Здесь страстная тема дана более четко Это слева направо несение креста, только несет его там не Христос, а его тайный ученик Никодима Христос Никодима так браво поддерживает за плечо Далее увенчание терновым венцом и потом арест Христа и суд у Пилата Пилат омывает руки В центре должно, казалось бы, располагаться распятие Но нет, вместо него мы там видим изображение Хризмы Сочетание двух греческих букв Хиро, которые были инициалами Иисуса Христа Очень распространенный раннехристианский символ Но здесь он явно замещает нам изображение распятия Из которого перекочевали сюда стражники Которых затем будут изображать у подножия креста И которые бы по новозаветному преданию делили одежду Христа во время распятия Первое изображение распятия мы находим в начале V века В одну из самых хорошо сохранившихся раннехристианских базилик римских Базилику Санта-Сабина Здесь на дверях вырезаны сцены страстей Но нас с вами особенно интересует вот этот рельеф На нём изображено распятие Христа и двух разбойников по обе стороны от него И мы узнаем, что это распятие Но ни самого орудия страстей, то есть креста мы не видим При этом не только за спасителем, но и по сути за разбойниками А далее мы не видим здесь с вами никакого изображения страданий Прекрасно проработана мускулатура тела и анатомическая Прекрасно это всё передано А разбойники вообще изображены как такие херувимы или нистические Современный этому рельефу предмет раннехристианского искусства Это резные пластины слоновой кости Которые сегодня хранятся в Британском музее и датируются 420-30 годами Это пластины, которые украшают небольшую коробочку Для хранения реликвий И изображены здесь несение креста, распятие спасителя Жёны мироносицу гроба Господня и уверение Фомы В несении креста изображён уже сам Христос, несущий орудия своих страстей Но несёт он его невероятно право И изображён он здесь, конечно, не страдающим, а торжествующим Слева очень важный элемент этой сцены – Пилат, умывающий руки Пилата за этим занятием будут часто изображать в раннехристианском искусстве Потому что видели в этом параллель к крещению Которое было очень важно в эту эпоху И омывает руки здесь Пилат от решений, принятого народом распять Христа Отказываясь от него точно так же, как омывается христианин от грехов Принимая крещение святой водой И далее видим мы с вами распятие В этой сцене изображено одновременно и повесившееся мёртвое тело Иуды Который рассказал о своём предательстве И распятое тело Христа Если поверить в то, что тело Иуды мёртво мы можем То Христос явно здесь изображён торжествующим У него открыты глаза Он нисколько не страдает, представлен несогбенным на кресте И вот именно таким его будут изображать на распятиях в эпоху раннего христианства Всё изменится с того момента, когда инициатива в развитии христианского искусства Перейдёт в восточную часть Римской империи В Константинополь, Византию Что произойдёт после взятия Рима варварами в 1476 году Перед вами икона распятия 8 века Синая Она современно теологическим спором, которые бушевали в этот период в Константинополе и Византии Споры между монофизитами и сторонниками канонического учения о сути Христа Монофизиты утверждали, что Христу присуща только одна суть, что Он только Бог А канонической была версия, что в нём сочетаются и божественное, и человеческое И одним из главных противников монофизитов был Анастасий из Синая, который написал трактат Против монофизитов и сопроводил его собственноручно выполненным изображением распятия И оно было подобно вот этой иконе К сожалению, рисунок Анастасия до нас не дошёл Но здесь мы с вами можем увидеть, как изображали в тот момент в византийском искусстве распятие Оно решительно отличается от того, что мы видели с вами до этого Во-первых, у Христа закрыты глаза, не открыты Во-вторых, он изображён не в лёгкой набедренной повязке, а изображён он в багренице Безрукавой рубахи пурпурного цвета, которая была надета на спасителя вместе с терновым венцом Во время поругания во дворце Пилата И затем воины кричали ему «Радуйся, царь Иудейский!» То есть его как бы облачили в одежды императорский, пурпурный императорский цвет Затем мы с вами видим, что раны Христа переданы очень подробно И наибольшее внимание уделено изображению раны под ребром прободенным Христа Тут, как вы видите, вытекают две струи Одна красного другого цвета, другая чуть светлее И они должны нам с вами напоминать о двуединстве Христа О двух сутях, которые в нём сочетаются Человеческой и Божественной Красная струя — это кровь, а белая — это вода, которая должна напоминать нам о Божественном, а не о человеческом И в знак этом во время причастия в средневековых храмах уже с 7 века Смешивали в потире вино, которое должно напоминать было о человеческой сути Спасителя и о его крови И воду, которая напоминала о крещении и о Божественной сути Христа Далее видим с вами здесь новых персонажей Стражников, которые делят одежду у подножия креста Богоматери апостола Иоанна, которые упомянуты в Евангелии от Иоанна И мы знаем, что находясь на кресте, Спаситель обратился к апостолу Иоанну И сказал ему «Сематерь твоя», имея в виду Богородицу И тем самым поручил Деву Марию на попечение своего любимого ученика И видим мы здесь с вами одного из двух разбойников, которые были распяты вокруг Христа Второй просто не сохранился, это Гестас Изображения разбойников с этого момента активно появляются в иконографиях распятия Во всем христианском мире здесь перед вами два разбойника с мировингского рельефа Который происходит из захоронения аббата Милибода, сделанного в VII веке недалеко от Пуатье Это подножие рельефного распятия, само распятие, к сожалению, не сохранилось Поэтому мы с вами видим только разбойников, у которых руки связаны за спиной Так же, как это было, кстати, на прошлой иконе, не прикованы к рукавам креста И мы знаем из Евангелия от Луки, что разбойников было двое Дисмос и Гестас Один из них был благоразумный или добрый разбойник, и это Дисмос И он перед смертью покаялся и вообще всячески защищал Христа во время распятия И говорил, что он принесен в жертву и казнен безвинно А злой разбойник подстрекал Христа совершить чудо, сойти с распятия И спасти обоих разбойников, распятых вокруг него То, что добрый разбойник покаялся перед распятием, разумеется, даровало ему спасение Считается, что он был первым человеком, который вошел за Христом в рай И изображение этого разбойника будет повторяться не только в западной иконографии Но и в православных произведениях искусства в древнерусском, в древнерусской живописи У нас в музее Кремля хранится несколько таких изображений Два из них перед вами В православной традиции благоразумного разбойника называют рахом И его часто изображают на двери в дьяконе, то есть в одной из частей алтарного пространства И через него священник в алтарь входит И алтарь во всех храмах является символом рая в христианском мире И поэтому не случайно именно на этой двери раха изображают Здесь перед вами слева изображение разбойника, которое происходит из одного из пределов Благовещенского собора Это икона 60-х годов XVI века И рядом икона из церкви Рисположения 1627 года, тоже из музеев Кремля С XI века в иконографии распятия появляются новые элементы И главное, некое новое настроение чувствуется Оно становится гораздо более эмоциональным Передаются внимательнее элементы страдания самого Христа И печали Богоматери и апостола Иоанна, которые его окружают Детальнее изображают раны спасителя И главное, во всем его теле появляется изгиб, который присущ слабому, умирающему или умершему телу И вот такой характерный наклон головы И эта поза Христа, страстотерпца, эта иконография распространяется по всему христианскому миру Мы находим это изображение и в древнерусском искусстве Перед вами икона распятия из Благовещенского собора Московского Кремля Из праздничного чина, начало XV века икона И рядом образ Грозненского времени, XVI века Тоже распятие, та же, посмотрите, иконографию Но вокруг клейма с деяниями и страстями Христа Если мы посмотрим во Франции, начало XIII века Увидим тоже вот этот эмоциональный накал, который туда доносится из византийского искусства И это резные скульптуры после новой кости Работа придворных парижских художников эпохи Людовика Святого Здесь изображено снятие спасителя с креста Иосиф Аримофейский держит на плече умершее тело Христа У подножия его Никодим изображен, который должен был отвязывать ноги Христа от распятия Но здесь он преобразовался в пророка, после реставрации ему дали пророческий свиток Вокруг Богоматерь, которая невероятно нежно прижала руку Христа к своим устам Иоанн, который невероятно сильно горюет И два элемента, традиционные для французской иконографии И распятие, и снятие с креста Это торжествующая церковь и поверженная синагога Очень распространены в XIII веке во Франции Диптихи и триптихи с изображениями страсти Небольшие пластины, вырезанные по слоновой кости Которые удобно взять с собой, перенести или перевести с одного места на другое Поставить перед собой, затем молиться И вот здесь один из самых прекрасных диптихов из этих серий Который сегодня хранится в Эрмитаже Середины XIII века Доносится влияние иконографии Христа Страстотерпца И до Италии проникает туда через Пизу Которая в этот момент наиболее тесно связана с Византией И ответственным за распространение этой иконографии Будет художник Джунта Пизана Вы видите три его живописных креста Вот он, этот характерный изгиб спасителя Наклон головы по ветвям креста Мы видим изображение Богоматери и апостола Иоанна Один из этих крестов выполнен для братства монаха францисканцев Братство, орден, который основан в 1209 году И который будет очень важен как нищенствующий орден Живущий рядом с простыми прихожанами Понимающий их беды И, в общем, относящийся к ним с достаточным снисхождением С основателем этого ордена, франциском Ассиским, связаны два знаменитых чуда Одно — это явление ему спасителя В тот момент, когда франциск молился в церкви Сан-Демиана Близ Ассизи перед распятием И мы с вами это распятие видим Оно сохранилось до нашего времени Христос явился франциску и сказал ему, что церковь Христа Его церковь в руинах И французик должен её восстановить Второе чудо — это получение святым франциском стигматов Ран на тех местах, где они располагались на теле Христа После распятия на ладонях, на ступнях и под ребром И тот факт, что человек смертный удостоился этих ран Хотя бы вот так частично смог повторить те страдания, которые пережил Христос Является очень важным шагом в отношении к распятию, к этому сюжету И в его таком эмоциональном приближении к пониманию простых прихожан И, собственно, к их жизни, к каким-то их актуальным проблемам Два самых знаменитых распятия эпохи прото-ренессанса Второй половины XIII века Конца, скорее, XIII века Принадлежат художникам Чимабуи и Джотто де Бандоне Вот они здесь перед вами И Чимабуи создает свое распятие для базильки Санта-Крочи во Флоренции В последней четверти XIII века И во многом наследует в своей манере византийской иконографии Рядом Джотто, который, как писали его современники и преемники, художники эпохи Возрождения Перешагнул через византийскую манеру Преодолел ее жесткость, ее каменность и картонность Как оказалось художникам итальянским эпохи Возрождения И действительно разница заметна Изображение Чимабуи гораздо более условно, символично В проработке тела, объема, позы А посмотрите на распятие Джотто Тело гораздо более объемное В то, что оно страдает В то, что оно претерпело страшные мучения и боль Мы верим гораздо сильнее В общем, чем это происходит, когда мы смотрим на распятие Чимабуи Под крестом Джотто, у его подножия, мы видим изображение Голгофы Голгофа, та гора, на которой был распят Христос Находилась за вратами города Иерусалима К северу от городских стен И по преданию являлась тем местом, на котором был захоронен первый человек Авраам И его череп у подножия распятия довольно часто будут изображать И в древнерусском искусстве, в православной иконографии И в алтарных образах западноевропейских Вот мы с вами здесь как раз видим этот череп Адама И его омывает кровь спасителя Само название Голгофа, название этой горы С греческого и арамейского языков переводится как череп И, собственно, всё это дало повод для вот этой истории О связи между Адамом и распятием Христа На том месте, где первый человек был захоронен Джотто принадлежит ещё и одной из самых знаменитых изображений Предательства Иуды Происходит оно из капеллы в городе Падуэ Капелла эта была построена по заказу Падуанского богача Энрика Скровенье И поэтому называется сегодня капелла Скровенье Она находится также на месте старинного амфитеатра падуанского Поэтому ещё иногда называется капелла де ля Рена Но на самом деле посвящена она была богоматери Поэтому во фресках, которые для этой капеллы создал Джотто к 1305 году Сочетаются сюжеты из жизни богоматери и сюжеты, связанные с спасителем Мы с вами посмотрим на те из них, которые относятся к страстному циклу Здесь перед вами въезд в Иусалим Затем Иуда получает серебряненький благодарность за предательство Мы с вами оказываемся на Тайной вечере и смотрим, как Христос омывает ноги апостолам И, наконец, та сцена, которую, я думаю, вы все узнаёте Самый знаменитый стоп-кадр, я думаю, во всей истории искусства Поцелуй Иуда Джотто И эта фреска завораживает нас с вами и тем, в чём Джотто не было равных в этот период Передача объёма, пространства, живого движения Всё то, чего так не хватало искусству средневековому То, что появляется у Джотто и, собственно, становится залогом развития всего искусства В эпоху Возрождения и в новое время А, во-вторых, здесь есть какой-то магический парадокс И какое-то противоречие между наличием движения Вот мы видим, что все они куда-то метнулись И тем, что всё на самом деле застыло вокруг вот этого ядра Лигов Спасителя и лица Иуды И то, что всё остановилось И апостол Пётр как бы перестал уже резать ухо стражнику И взметнувшиеся вверх дубины, они тоже замерли И мы с вами понимаем, что здесь изображена такая очень важная точка в христианской истории И в истории страстей, с которой, собственно, весь страстной путь Спасителя и начинается И вот мы с вами вслед за Джотто на минуту задерживаем дыхание И останавливаемся перед этой сценой и этим сюжетом Ну а дальше на фресках из капеллы Скровенье Изображение распятия и изображение оплакивания Христа Которое тоже станет таким образцовым для всей последующей живописи Глядя на это оплакивание, мы с вами видим, сколько существует жестов Сколько существует способов и положений человеческого тела, чтобы передать страдания и печаль Если вам кажется, что современные итальянцы много жестикулируют, то посмотрите на их современников 13 века Джотто в этом мастер и то, как доходчиво здесь переданы страдания земные всех, кто оплакивает Христа И как душераздирающая здесь передана боль небес через фигуры ангелов, которые буквально там одежду на себе раздирают На вот этом лазуревом фоне это, конечно, удивительное мастерство, за которым та выразительность реалистичных жестов, за которые в искусстве будущее Эпоху Возрождения в живописи принято отчитывать вот от этой фрески троица художника Мазаччо, созданной для базильки Санта-Мария Новелла во Флоренции в 426-427 годах Здесь изображение троицы Бога Отца, Святого Духа и Иисуса Христа, который нам как раз показан на распятии Вокруг него Дева Мария и апостол Иоанн, и по стороны нам заказчики этой фрески Здесь и монументальная сдержанность, и достоверность, и одновременно какой-то невероятный пиетет к изображению человеческого тела Который будет характерен для эпохи Возрождения, и, конечно, великолепная проработка перспективы, архитектурного пространства Всех вот этих антикизированных деталей, которые так характерны для ренессансного искусства Это Флоренция, 20-е годы 15-го века В этот период точно тогда же в Нидерландах господствует школа Яна Ван Эйка И, конечно, этот художник и мастера, которые работают с ним, тоже обращаются к теме страстей Христовых Здесь перед вами небольшой диптих с распятием из музея Метрополитен, мастерской Яна Ван Эйка И здесь совершенно другой подход к этому сюжету Посмотрите, как важно этим художникам передать всю многолюдность толпы, которая собралась под крестом Спасителя Как важно подробно прописать архитектурный фон Иерусалим Сколько типов внешности, одежды, лиц И как на самом деле достоверно и подробно передано страдание Христа и двух разбойников, распятых вокруг него Внимание к деталям и вот эта многолюдная иконография страстей Христовых достигнет своего апогея В живописи художника Ганса Мемлинга, который создал в 1470 году вот этот образ страстей по заказу флорентийского купца Томмазо Портенари Который будет жить и работать в этот момент в Брюге, где, собственно, Мемлинг и подвязался большую часть своей жизни Если я вас не предупредила бы, что это изображение страстей, вы бы так сразу вряд ли догадались Подумали бы, что это, наверное, какой-нибудь архитектурный пейзаж Но на самом деле нет, главное здесь изображение страстного цикла И если вы посмотрите в левой части этой картины чуть ближе к верхнему углу Вы найдете въезд Спасителя в Иерусалим И затем, двигаясь вниз по левому краю против часовой стрелки Вы увидите сцены Тайны Вечеря, моления, чаши в Гефсиманском саду, предательство Иуда Дальше мы с вами входим в город через ворота, оказываемся во дворце Пилата Смотрим за поруганим и бичеванием Христа Через ворота вместе со Спасителем Правой выходим из города И начинаем движение к Голгофе, на север, наверх, всё как и положено И там отдельно изображено распятие, отдельно снятие с креста И затем, спускаясь вниз к правому углу, мы с вами можем увидеть положение вагропы И сошествие Спасителя в ад за Адамом и Евой Вот эта удивительная многословность будет характерна ещё для нидерландской живописи в сюжетах страстей А когда в XVI веке получат невероятное распространение гравюра Этот алтарный образ мемблинга будет раскадрирован на отдельные сцены в гравюрных циклах, посвящённых страстям И будут создавать лучшие художники этой эпохи и Лукас Кранах, и Альбрех Дюрер И Дюрер создаст даже две серии страстей Перед вами три гравюры из одиннадцати гравюр, созданных Дюрером к серии так называемых больших страстей Они большие, потому что там большие по размеру листы, 40 на 28 сантиметров И мы с вами здесь видим и Тайную вечерю, и Пилата, выводящего Христа к народу и говорящего «се человек» И, наконец, распятие И малые страсти, потому что размер листа чуть поменьше, 12 на 9 сантиметров Они включают в себя 36 гравюр И начинаются они ни с чего иного, как с грехопадения Адама и Евы Потому что именно этот эпизод Ветхого Завета стал причиной для страстной жертвы Христа И Дюра, чтобы нам это объяснить, как раз с этого сюжета свои великолепные гравюры к страстям и начинает Эмоциональная терактовка будет тоже очень важна для распятий и для сюжетов страстных нидерландской живописи И здесь, пожалуй, нету равного художнику Рогеру Вандер Вейдену Который, среди прочего, создает и вот это снятие с Креста и из Прада в 40-х годах 15 века Многолюдная сцена, в которой большая часть персонажей — это женские персонажи И именно они бросаются нам с вами в глаза Их страдания, их слезы переданы очень подробно Это помимо Девы Марии, Марии Магдалины, Марии Клиопова И далее мы с вами здесь видим апостола Иоанна Никодим снимает Спасителя с Креста Иосиф Аримофейский в золотых одеждах изображен чуть справа от Креста И их горе действительно передано нам здесь очень-очень подробно Если мы посмотрим с вами на детали, то это бросается в глаза Очень важно еще, как передана фигура Богоматери Она упала здесь в глубокий оморок, повторяя, имитируя тем самым смерть своего сына И поза ее, посмотрите, точно повторяет позу Спасителя С точно так же отставленной чуть вверх рукой А другая ее рука практически касается черепа Адама Который нам напоминает о Голгофе и, собственно, о причине всей крестной жертвы Спасителя И вот это эмоциональное изображение страстей будет доведено до предела художника Матиаса Грюновальда В 1516 году он создает свой знаменитый изенгеймский алтарь Создает он его для братства монахов Антонитов, которые являются врачевателями разных страшных невзрачных кожаных болезней И находилось это распятие в храме при монастырском лазарете Поэтому больных сначала приводили помолиться перед этим образом И проверить, не случится ли от этого чудо и не излечится ли они А потом уже вели лечиться в лазарет И это изображение должно было быть созвучно тем людям, которые на него смотрели Поэтому Христос здесь изображен не просто страдающим А страдания эти переданы с чудовищным реализмом Здесь изображено растерзанным и тело спасителя Искореженной мускулатурой рук его и пальцев Истерзаны ткани, в которые он, собственно, одет Поэтому это всё, конечно, производит сильнейшее впечатление Не то чтобы раны спасителя до этого никто не изображал Но изображение их было гораздо менее натуралистичным Мы видим изображение раны Христа, например, на французском чистослове XIV века Посмотрите, вот этот алый овал — это на самом деле рана спасителя Рядом вы видите часосов маршала Буссико, созданный в последние четверти XV века И на нём рана изображена внизу, а дальше изображены страсти Христова, так называемые армакристи И эти армакристи — это орудия страстей Все, начиная от колонны, вокруг которой креста бичевали И на ней, собственно, те орудия, которыми его подвергали страданиям Крест, лестница, которую использовали для того, чтобы снять тело спасителя Кувшинчик и полотенчик, которые нужны были Пилату для того, чтобы омыть руки Лицо, которое изображено плюющим, потому что в Христа плевали руки, которые давали Христу пощёчину Все детали, вплоть до гвоздей и, разумеется, молотка, которым эти гвозди забивали в крест И плоскогубцев, которые нужны были для того, чтобы эти гвозди вынуть и снять тело спасителя с креста К концу XV века относятся и вот это изображение Христа как человека, как мужа скорбей И мы здесь с вами видим изображение всех ран и страстных орудий Но ничто из этих изображений не сравнится с тем, как страсти передаёт Матиас Грюновальд И здесь помимо всего умения художника XVI века передать человеческое тело в любых его ипостасях Ещё сказывается и влияние протестантских идей, которым Матиас Грюновальд прислушивался Проповеди Мартина Лютера и идеи сочувствия простому человеку и его скорбям и страданиям Которые Матиас Грюновальд пытался передать и вот в этом своём алтаре Очень популярным в эту эпоху в XV веке, второй половине XV века Становится сюжет о плакивании Христа, который мы знаем под названием Плита И он нам известен как раз по самым знаменитым шедеврам эпохи Возрождения, включая Плиту Микеланджело Одним из любителей этого сюжета в эпоху Возрождения был Джованни Беллини Ему принадлежит более десяти алтарных образов, созданных на сюжет о плакивании Спасителя Один из них здесь перед вами из галереи Брера Если мы возьмём с вами все эти образы, то они все будут разные, не только по своей композиции Но и Христос в них во всех будет изображён разным, с какими-то элементами, если так можно сказать, портретности и живоподобия Если мы возьмём с вами живописные кресты Джунта Пизана, например, то там Христос будет везде одинаковый Для того, чтобы понять, какое из какого храма, вам надо будет искать какие-то мелкие детали и подробности И вот то, что делает Беллини в своём алтарном образе, предшествует, предвещает нам всё дальнейшее развитие религиозного искусства Он силами живописи для нас оживляет этот сюжет Он доносит до нас страдания Христа, Богоматери и апостола Иоанна как страдания человеческие И они выглядели как абсолютно актуальные для людей XV века, для современников Джованни Беллини Меняется характер взаимосвязи алтарного образа с молящимся Если в раннем христианстве, в средние века, это изображение было символическим Изображение распятия должно было напомнить молящемуся в определённом сюжете Уже внутри себя, в своей молитве, в своих мыслях, прихожанин должен был оживить эти события То в своём оплакивании Беллини это делает за нас Он за нас силами своего искусства, мастерства живописного Оживляет этот сюжет и показывает нам его уже с той невероятной риторической силой убеждения Которая заставляет нас невероятно искренне всему этому сопереживать до сих пор И вот эта линия станет главной в развитии религиозного искусства на протяжении всех следующих веков до XX века И включит в себя великолепные картины, написанные на страстные сюжеты И Караваджо, и Рембрандтом, и Рубенсом, и Ван Гогом, и Тицианом, и творением Микеланджело То всё это будет последователем вот этой абсолютно новой традиции А самооплакивание станет настолько узнаваемым сюжетом, что его будут повторять Как такой иконографический момент в картинах, совершенно не связанных с сюжетами религиозными Когда Жак-Луи Давид в конце XVIII века создаст свою знаменитую картину «Смерть Марата» То умерший Марат будет там изображён так же, как изображали бы Христа, положенного во гроб С точно так же безвольно опущенной рукой, как мы с вами видим на вот этом оплакивании Джованни Беллини Закончить свой рассказ о развитии иконографии страстей, об этих сюжетах я хочу предметом, который хранится в музеях Московского Кремля И я надеюсь, когда карантин закончится, вам всем захочется прийти и посмотреть на него воочию Это Пучерская плащаница с изображением положения во гроб, которая была создана в Великом Новгороде в 1441 году В период господства там архиепископа Ефимия, который сделал очень много для развития новгородского искусства Он строил храмы, заказывал литургическую утварь, иконы А обнаружена эта плащаница была в городе Пучеже в Ивановской области, поэтому так теперь и называется – Пучерская плащаница Это великолепный шедевр лицевого шитья, на котором изображен сюжет, собственно, близкий к сюжетам европейской пьеты Богоматерь, показанная нам у чела-спасителя, оплакивает своего сына, положенного во гроб И показываю я вам этот предмет, потому что сегодня Великая Пятница, и, как и положено, во всех православных храмах в этот день Плащаница будет вынесена в центральную часть храмового пространства Затем после вечерней службы с этой плащаницей будет совершен крестный ход вокруг церкви в напоминании о крестном пути спасителя И таким образом, как и на протяжении всех предыдущих лет, будет актуализирована, заново оживлена и заново проиграна Вся та история, все те события, которые произошли перед распятием Христа и его воскресенье в день Светлой Пасхи Спасибо, до свидания Продолжение следует...